Десна ТВ Задача была решена. Вот результат. Обновились фасады детских садов Десногорска. Я благодарю вас за то, что вы в это дело включились. Я надеюсь, что вам на самом деле это было интересно. Время подводить итоги проекта. Слава Созидателям. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В Смоленске закрыли наркопритон. За эти три дня мы стали свидетелями интересных соревнований. И эмоциональной борьбы. Турнир по волейболу среди юношей. В течение года мы неоднократно рассказывали вам о ремонте в детских садах «Лесная сказка» и «Мишутка». Обещали, что он завершится к концу года. Теперь мы вам покажем, как преобразились наши детские сады. В детских садах «Лесная сказка» и «Мишутка» все лето кипела работа. Шел капитальный ремонт. За это время отремонтированы фасады зданий, крыша, заменены окна, двери, установлены игровые площадки и уличное освещение. Финансовую поддержку оказали концерн «Росэнергоатом» и «Смоленская атомная электростанция». И вот 12 декабря обновленные сады встречали почетных гостей на торжественное открытие. Принимать работу пришли генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, директор «Смоленской АЭС» Павел Лубенский и глава муниципального образования Андрей Шубин. К ним со словами благодарности обратилась заведующая детским садом «Лесная сказка» Жанна Суханова. От имени всего коллектива, от имени наших ребятишек выражаю благодарность концерну «Росэнергоатом» Андрею Юрьевичу вам. Огромное спасибо. Смоленской атомной станции Павел Лубенский и суббота, и воскресенье вы приходили, смотрели, наблюдали за нашим обновлением. Все ждал, когда меня в садик будет. Да? Вы видите, замечательно как. Вот, поэтому вы огромный флаг носите в развитие нашего города, поддерживаете наше образование. И всегда создаете таким вниманием позитивный имидж и облик всех наших образовательных организаций. Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров отметил, что концерн и атомная станция несут социальную ответственность за Десногорск. С удовлетворением могу сказать, что смотрю на этот обновленный красивый детский сад. Я думаю, что он всем нравится и родителям, и преподавателям, и, конечно, детишкам. Я думаю, что каждому ребенку хочется прикинуть в такой детский сад. Уверен, что детишки, которые здесь растут, они вырастут умными, здоровыми ребятишками, которые получат хорошее образование в нашем Десногорске, что у вас потом получат образование в наших российских университетах. И, может быть, кто-то из них будет работать на Смоленской атомной станции. Директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский отметил, что забота о дошкольных учреждениях – общая задача для градообразующего предприятия и муниципалитета. Если есть задача, если его правильно поставили, правильно ее выполнить, собрать все силы, все средства для того, чтобы эта задача была решена. Вот результат. Благодарность выражали коллективы детских садов и родители их воспитанников. В детском саду «Мишутка» гостей встречали юные таланты с концертной программой. На Смоленщине стартовала операция «Новогодняя ель». Ее цель – предотвратить случай вырубки хвойных деревьев. Государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции выйдут на патрулирование мест возможных незаконных рубок. Сотрудники ГИБДД будут проводить досмотр транспортных средств и проверять разрешительную документацию. В Весногорске завершен городской этап творческого конкурса «Слава Созидателям». Об итогах мы расскажем в нашем сюжете. В этом году ученики школ города сняли 114 видеороликов. Конкурс заканчивается, и пора подводить итоги. В первой школе 14 декабря прошла встреча с участниками проекта под названием «Люди, подарившие целый город». На встречу пригласили заместителя директора САЭС Анатолия Терлецкого и заместителя главы города Александра Новикова. Они вручили героям видеороликов благодарственные письма, а создателям фильмов – грамоты и канцелярские наборы. Я благодарю вас за то, что вы в это дело включились. Я надеюсь, что вам на самом деле это было интересно, это было полезно. И так как проект продолжается, мы очень надеемся на то, что в следующем году вы также примете в нем активное участие, победите, получите призы и узнаете что-то новое. Но и отдельное спасибо, конечно же, ветеранам, которые позволяют нашему молодому поколению, к которому я в том числе и отношусь, узнать что-то новое о нашем городе. Немаловажной частью конкурса является сподвинуть вас, молодое подрастающее поколение, на более активную жизненную позицию. За вами будущее. У организаторов конкурса, я уверен, есть еще и корыстная цель. Ведь от того, какими вы вырастете, какими достойными гражданами нашего государства станете, зависит в том числе и моя стабильность. Ученица 9 класса 1 школы Аверкина Дарья победила в городском этапе конкурса. Ее работа примет участие в федеральном этапе. Дарья, скажи, пожалуйста, кто был героем твоего ролика? Нефедов Геннадий Алексеевич. А что это за человек? Что это? Я этого человека знаю на протяжении всей своей жизни, так как он является родственником. В подарок для всех гостей ученики первой школы подготовили концертные номера. «Будь со мною, будь со мною, будь со мною, всегда. Синеглазая надежда, светлая звезда». 13 декабря возле Велижа автобус с детьми съехал в Кювет. Никто из детей не пострадал. Водителю автобуса стало плохо, поэтому он и не справился с управлением. В Смоленске в частной квартире располагался наркопритон. Хозяин, неоднократно судимый житель Смоленска 1967 года рождения, предоставлял квартиру для изготовления и употребления наркотиков. При обыске полицейские задержали троих мужчин. Они находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейские изъяли флакон с жидкостью и предметы для изготовления наркотиков. Экспертиза показала, что жидкость содержит дезаморфин. Подозреваемого доставили в полицейский участок. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где пояснил, что систематически предоставлял свое жилое помещение наркопотребителям за вознаграждение в виде ингредиентов для приготовления наркотических средств. В настоящее время отделом дознания отдела полиции номер один у МВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, организации либо содержания притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В 2018 году молочный завод «Роса» планирует приступить к работе. Свою деятельность компания прекратила в 2014 году и все это время находилась на реконструкции. На предприятии установлено новое оборудование, которое потребляет меньше электричества. Многие смоляне с нетерпением ждут момента, когда можно будет попробовать родную молочку. А сейчас новости спорта. В Смоленске проходит фестиваль ГТО. Лыжные гонки включены в список обязательных видов спорта. Сдать нормативы по лыжам смогут все желающие. Гонки пройдут 22 декабря в 12 часов дня в парке «Рядовка». Три дня команды Десногорских школ и Энергетического колледжа соревновались за право называться сильнейшими волейболистами. Итоги вы узнаете из нашего сюжета. С 12 по 14 декабря в спортивном зале первой школы проходил волейбольный турнир на Кубок «Мирный атом». Он посвящен Дню Энергетика. Соревнования проходили динамично и оживленно. Команды не уступали друг другу в ловкости и прикладывали максимум усилий. Каждую сборную поддерживала своя группа болельщиков. «Ребят, вы за кого болеете?» «За Десногорский энергетический колледж». «А почему?» «А потому что четвертая школа всех выигрывает. Надо, чтобы они проиграли». «Я за четвертую школу». «А должна быть». Финальная игра проходила между командой четвертой школы и Десногорским энергетическим колледжем. Первую партию четвертая школа уверенно выиграла. А вот во второй допустила много ошибок и уступила колледжу. В решающей последней игре команда четвертой школы собралась силами и выиграла. «Что-то с чем-то у меня просто не хватает эмоций. Я сейчас от усталости, у меня судороги по всему телу. Я не могу просто ничего сказать, но это первая победа моя. Это первые мои соревнования по волейболу. Второй месяц хожу только, и уже победа. Я просто потрясен». «Игры на самом деле были интересные, отличные, хорошие. Я не ожидал, что в прошлом году человек ушло. Я думал, что будет скучно. На самом деле ничего подобного не было. Всем было интересно и все получили удовольствие. Все у нас хорошие ребята и все хорошо играют. И слаженность в команде максимальная». «Трудная слишком была для нас. Нам не хватало для победы полной команды, чтобы каждый друг за другом был». В результате упорной борьбы места распределились следующим образом. Кубок «Мирный атом» завоевала команда 4-й школы. Второе место у хозяев поля – волейболистов 1-й школы. И третье место у команды колледжа. Мы поздравляем победителей и можем с уверенностью сказать, что соревнования станут традиционными. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.